Всем привет, дорогие друзья! У нас, как всегда, жизнь дачника продолжается. Мама уже в кустом с чайными розами. В общем, сейчас будет уже высаживать все это в землю. А мы только приехали на дачу. Так, мама, вот видите, привет! Оксана несет, сейчас будем картошку сажать. Ты не хочешь расправить там корни, нет? Да, нет. Корни такие переплетенные. А вот они, видишь, они тоже все корни. Слушай, мам, но она суховата, кстати. Ее сейчас нужно хорошенечко пролить. Ой, какой красивый куст. Надеюсь, что он приживется и будет нас радовать. Кстати, про вишню мне написали, что вишню нужно полить корневином, мам. Корневином. И что это? Такая кустообразная вишня. И через два года уже могут быть ягодки на ней. То есть она быстро очень растет. Я на это надеюсь. Так, ладно, мы идем копать картошку, в смысле сажать картошку. Поставили на солнце сейчас цветы, чтобы... О, сразу смотри, шмель летит опылять бегонию. Сразу, как только поставили из беседки, а то в беседке было прям прохладно. А на солнце тепло. Сейчас на солнце будем. Так, я уже, видите, в перчатках. Все, идем. Гортензия... А, про гортензию мне Татьяна Корнух написала, что нужно нашатырный спирт и еще что-то вместе смешивать и поливать. Я не знаю, это она любит гортензию, кислую почву. Кислую, да. Лимонная кислота разводится в воде и поливается. А потом удобрение. Это нитрофоска можно посыпать. Ага. Я все это знаю, Лена. А что ж ты это... Не, ну ты знаешь, я тебе про зрителей говорю, что пишут. Я не знаю, например, я все узнаю. Но тем не менее, вот смотрите, цветы посадила, растут, слава богу. Вчера вот этот вот второй был прям к земле приложен, припечатан. Сегодня, смотрю, уже оправился немножко. Поэтому... Ну, а почему ты говоришь, мам, мне кажется, полукругом красиво будет. Я с лопатой. Так. Пойдем, Юра. Привет. Мужик с лопатой. Юра тоже стричь. Видите, парикмахерские не работают. Папа оброс, Юра оброс. А нет, я просто у меня волосы такие. Всех надо стричь. Нет, мне не надо стричь. А ты что с нами, картошку не сажаешь, что ли? А он будет, как сказать, мешать самым. Я имею в виду лишние. Лишние руки будут? Лишние глаза. Ой, ладно, пошли сажать. В общем, половину посадили. Мне сказали, иди на другой фронт работы, иначе у нас простаивает один человек. Мам, меня тебе в помощь отправили. Сказали, что там третьи руки лишние. Да? Да. Так что говори, плацдарм до деятельности. Что мне делать? Лена. Мам, смотри, Света уже высадилась. Аккуратно, доченька, програбить вот тут вот мне. Вот это вот место. Прямо аккуратно, аккуратно. Сейчас будем эти сажать. Так, здесь я уже програблила. О, мы уже все высадили? Ничего себе, молодец. Не, мы еще ничего не высадили до конца. Высадили, вот. Только начинаем. Вот, вот как мне сейчас сидит, это правильно. Да, это правильно. А мне спина не ждет. Лилия, здравствуйте. У вас здесь такая компания. Работяк, торопота, да. Нагнали. Волну. И бесплатный, главное. До этого мы немало успехов, а их нету. Самая большая потеря, нету в веках. Они-то есть, но дорогие. Они дорогие, да. Такие цены идут. Мы сэкономим. Вот они, ты. Компания. Уже цели на эти деньги куплю. Компания. Компания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А ты прочитала там его не надо ни с чем смешивать больше? Нет, для обогащения и восстановления голоса Надо чуть-чуть похвосочки подкарт up Ну сейчас я подсыплю Ой ладно, хоть передохнуть 5 минут посидеть Все, на даче все уже с голым торсом Нам еще... Как эти цветы называются, посадить осталось? Сальвия Переоделась в шорты, так легче, да? Нет, я какие-то штаны здесь нашла Они мне на 5 раз больше Но это же хорошо, что больше Главное не меньше Так, а я опять развожу От сорняков деймос Сейчас я хочу, чтобы она у меня пока постояла Я взболтаю И сейчас еще досажаем цветы И хочу по траве пройтись Здесь бы, конечно, взграблить бы немножко Да ничего, так лопатой делай Чувствуете, что земля очень хорошая Разработанная здесь Понимаешь? А, и во-первых, знаешь, что я вам еще? Она сухая здесь Вот там земля... А там жесткая А здесь там прям мягкая земля А, здесь потому что уже кучу Она мягкая и сухая Потому что я когда старый вот привожу сюда Мама, все вываливаю Люда Ага Это нормальная вода в Волочке А питьевая? Питьевая, питьевая Там еще полные Уже гнешь Уже идешь За поясницу держишься Генерал говорит Мы еще не закончили Как-то, милая моя Потом домой приходишь Я не против Советская вода Мы всегда думали Быстрее бы на работу отдохнуть Так, куда сажать будем? Лопаточка у меня с собой Давай, я тебе покажу Сейчас Лучше знаешь, что? Торнадо? Я сейчас иду Подождите Скажи, Надя, блаландыш Как, как Дело в том, что Там вот и карпушку посадили Так Одувальщики У них вот такой длины Корни Ага Ему шешмыгом Две телеги полные Вот эти вот торнадо Я там одувальщиков выбрал Так Уже, в принципе, все выбрано Но вот видишь Вот она трава Как ты ее доставишь? Берешь вот эти Опа Опа Вытащим Могой раз Все Собирай О, прикольно Газон пока сила Мне прям уже начинает радоваться душа Притащила я сюда У нас от магазина с Оксаной осталась Вот такая стойка Но она, правда, высокая Но мне два яруса достаточно Можно еще, кстати, одну такую поставить Там еще два яруса И вот такой вот цветник Мы здесь решили устроить Мама сейчас покажет, как прищипывать Правильно вот Бокопу Вот эти вот это Раз Не жалей Чтобы она густая была Да, она попала Сейчас даст вот эти боковые все Вот это Жалко цветочки отрывать Ну ничего, не жалко, Лена Жалко цветочки Да, конечно, все будут кудрявые Ну как же Ты же цветочки такие Вот И все они сейчас вот дадут И все будут в цветах Понимаешь? И тут тоже немножко У нас соседка Валентина Ванна Валентина Ванна Поедут Мы еще, конечно, здесь побудем Единственное, что Из-за Вани Но я его сегодня предупреждала Говорю, Ваня, я на целый день Поехали Не хочу Я, конечно же, как всегда Кофеман Без кофе не могу Кстати, мне написали Вот про эту кружку Что в нее кипяток Наливать нельзя Из фикс прайса Вот имеете в виду Женщина, которая делает Обзоры на фикс прайс Зрительница Она мне написала Ну что Оксане кофе Мне кофе Оксана Юр, ты можешь Оксане Эту чашку отнести? Да, да, да Так, а где все-то Я не поняла Ух, где все? Были все здесь Кофеек, кофеек, кофеек Родители уехали Оксана, как всегда У нас страдает У нее вода А у нас Юра Сегодня купил Что-то, какое-то вино Какое? Асканели Что такое? Асканели винодельня А вино Сапирави Ооо Можно попробовать Будем пробовать сейчас Сапирави Мы 9 мая не встречались 9 мая мы встречались Без меня Почему? Вчера было без тебя А 9 мая Ты почему Пели песню-то? Пели песню Оксана, иди Так, у Юры тут уже Запах идет От его Вот это и вот Какой-то А у тебя тут что-то выкипает Так и должно быть Может открыть крышку В Казани Ооо, картошка там Смотрите Во, красота какая Жить хорошо Правда, пивной бокал Ну, ничего страшного У Юры настоящий Не, ну там есть еще Для шампанского А Оксана Оксана А ты? Или ты за кофе смотришь? Ау Подождите меня Оксана там запелась Запелась Я же кофе Юры Давай Подождите Мир труд май Мир труд май Хорошо Летом на даче В общем Запах от Юриного Блюда Стоит чудесный Ну, а я пока сидим Мы уже ждем же Отдыхаем Законный отдых Немножко решила Почитать ваших Комментариев Потому что Немного несправедливо Да куда же ты мне Картошку эту Попробуй Она же горячая А главное В ложке Это только мужчина Может так Сыроватый Сыроватый Угу Еще 10 минут У тебя там костер Нормальный Но вкусно В общем Наталья Поварова Пишет Вот про предыдущее Видео Что взять Такую же Картошку На мангале Готовить Только с салом Также с соль Обливает водой Потом подсолнечным маслом Кстати я про подсолнечное масло Думала Но в рецепте Не было такого Поэтому я не стала В общем Получается Очень вкусно Все пропекается Пальчики оближешь Но У меня Я еще раз говорю Видимо были Очень плохие Угли Потому что Доски не дают Нормальных углей И получается Что плохо Просто Это вчера Все прожарилось Недостаточно Было температуры Так Леночка Расскажите Вика Виктория Спрашивает Как давно У вас дача Это еще родители Или вы приобрели Просто классно Вы все собираетесь Молодцы Значит Братца Братца Укоголики Братца Братца Не смущает Братца Братца Тысяча Тысяча Четыре Песня Нужен Настрой Людмила Пишет Малина Всем большой Привет Классная Дача Смотрю С удовольствием Спасибо большое Мы ради Стараемся Снимаем Снимаем Дачу Все наверное Уже думают Как вы надоели Со своей дачей Я сегодня Не хотела Снимать Идти Думаю Настолько всего Интересного Происходит Мы с папой Сегодня по новой Технологии Сажали Картошку А для зрителей Может быть Оно не особо Интересное Ну не знаю Напишите Интересное Не интересно Потому что у нас Все последующие Видео будут Сто процентов С дачи Разумеется Потому что Куда сейчас В каком году Лена Поехали в парк Съездим Погуляем На велосипедах Вера Петрова А я картофель С кожурой Хорошо мою Режу пополам Срез накрываю Салом Затем фольгу И на уже почти Прогоревшие угли Ну так тоже можно Почему нет Кажалина А где на тарелочки С дома принести Надо тарелочки Стеклянные Ну давайте Там делают Комплименты Да пластиковые тарелки Не грусти Елена Все будет хорошо Спасибо Да я не грущу Просто знаете Вот иногда Как что-нибудь Такое Прочитаешь какую-нибудь Ерунду Ясное дело Что сейчас всем сложно И нет Наверное Тех людей Кому прям легко Можно Олечка счастливая Да уж Немного и будет Советский Союз Я была маленькая Но помню В магазинах Ничего не было За границу Не могли съездить Интернета не было Черно-белый телек Сказка по пятницам Ходили в библиотеку Красота Классно было Мы всегда Ну как классно было Оксан Как мы вздохнули Вот когда первые Вот эти поездки В Турцию Это была такая Такое счастье Пословица есть Времена не выбираем В них живем И умираем Да, это понятно Поэтому нам Вообще классное время Нет, я ничего не говорю Но я просто помню Что вот это вот Ощущение счастья Когда знаете Первый раз Вот это вот В Кемерте попал Четверка была Отель Но она такая классная Была четверка Немецкая И немецкая В том плане Что немцев Там больше было Чем россиян Есть такие отели Где немцев Больше отдыхают Чем наших И поэтому Там знаете Как больше порядка Наверное Да ладно Я уже Оксана У меня забрала Комментарий Телефон С комментарием Поэтому я остановилась Из-под сервиза Из-под сервиза У нас сегодня Будет прям вообще Все Все с сервизом С бокалами Со всеми делами Не с одноразовыми Стаканами И вот это вот Ты увидел Море, горы Я влюбилась Тогда в Кемер Вот раз и навсегда Я прям смотрела на это И мне казалось Что ничего в жизни Красивее я не видела Я хочу сказать Раз ты заголовела Про Турцию Сейчас скажу Пару слов Когда Самая первая Поездка в Турцию Она была незабываемая Вот сейчас же все знают Заходишь Там вставил карточку Там свет загорелся А представляете Раньше Там 20 лет назад Вообще Нас запустили Мы сошли с задушкой Первый раз поехали Нет Сначала значит В аэропорту руки Подставляли Она смотри Не работает Вот тебе Турция Воды нету Значит Сейчас Секунду Потом зашли номер Она Стой Этому кричит Ну кто Чемоданы заносит Носильчик Иди сюда Смотри Света нет Она говорит Куда приехали Что за страна А сколько мы ели Вы не при нам Не знала Что по системе Все включено Мы пришли Мы носили Носили тарелки Носили Носили За стол Носили И не отбирают Первые два дня Ели А потом уже Знаешь На десятый день Смотрим Наши приехали Тоже носят Носят А мы такие Уже сидим Ага А те Что они на нас Так смотрят Мы голодные С дороги Знаешь Как мы Носят Носят Вообще Классно На самом деле Такие незабываемые впечатления Поэтому Везде хорошо Вообще хорошо Конечно Что просто мы живем Там где Там где Нас нет Турецкий нет Турецкий отдых Мне все равно кажется Он ни с чем Ну может быть конечно На Мальдивах Где-нибудь лучше Там я не знаю Кому-то вот в Грузии Больше нравится Но мне вот Турецкий отдых Потому что Именно вот эта система Все включено Средиземное море Шикарная природа Вот Ну Хорошо что мы уже Это увидели И отдыхали Так вот хорошо Поэтому Ну За все Нужно говорить Спасибо В общем Собрались Любители картошки Любители картошки Ой Как бы не упасть Под березу Подожди Не Картошка Вот именно Жаркое Вот понимаете Получилось Жаркое Да Как должно быть Вкусно Настоящее Я мясо-то не любитель Да А что думаете Так не получится На огне Нет Вот в чем фишка Что на огне Так никогда не получится Почему Ну какая вот разница Объясните мне Объясни Кто знает Какая разница Вот на мангале Ты делаешь Это все в Казани Или ты делаешь На газу Ну какая разница Огонь и там Нет Нет Когда это природа Когда вот костер Это Ты видела Это эстетическое удовольствие Ты делаешь Уху Допустим Уху Ты делаешь дома И уха На костре Ну так дома Вкуснее должно быть Нет Нет Раньше и на печи Вот готовили Бабушка Вот эти каши А сама Мама родная Как я их боюсь О Каши Кстати Очень вкусные Да В печи В печи Совсем другое Получается Нам надо хороший казан Купить Да нам Что-то здесь Как вот Куда ни глянь Так везде Что-то купить Надо Еще бы деньги Пробывали С такой же скоростью С которой Можно все купить И нужно все купить Одно купить Второе купить Третье купить Но ничего Постепенно А поставщики Сейчас ничего не дарят Знаете Раньше Очень часто Поставщики Дарили Стаканы Вот эти Стелла Артуа Раньше Компания Клин Да Но она такая Клинская пила Раньше была Самая популярная Нет Это бочка Нет Самая-самая Первая Была Стелла Артуа Клин Потом они уже Перешли В распоряжение Бочки Ну это Никто не знает Поставщики Разные Раньше Есть клинская Ганы И спортивные сумки И кофемашину Пусть дешевенькая Ну давайте Рюкзаки Зонты Для солнца Вот эти вот Баннеры Самые разнообразные Чего только не было А сейчас Да Что-то зажимают И в общем-то Знаете Я всегда говорю Что я За конструктивную критику И Как бы Разные комментарии Нужны То есть Очень редко Удаляю комментарии И вот пишет Жанна Гришкова Здравствуйте Лена Ролики мне ваши нравятся Смотрю с удовольствием Семья у вас хорошая Дружная Но Лена Мне очень не нравится Ваше рассуждение Про нынешнюю ситуацию Решила высказаться Уж извините Каждый блогер Хочет он того или нет Вещает в массы Его слушают Но действительно У меня все-таки Просмотров По 15 По 20 тысяч И с ущемлением Прав Нас любят бороться Многие вас поддержат Что получите И что получится Относитесь к коронавирусу Вы пренебрежительно Потому что Сами не болели И ваши близкие Дай бог здоровья Не болели А я подругу Чуть не потеряла Недавно Еле выкарабкала 75 поражений Легких 50 лет Кстати Живет в зелике Так-то Вот я По этому поводу Хочу сказать Жанна Правильно Все пишите И На самом деле Ситуация с коронавирусом Тяжелая В том плане Что это Ну не простой Недуг Да Иначе бы все-таки Не закрывали Так вот Все массово Я Немножко Про другое Говорила Что Сейчас В это время Когда У людей У многих Нет денег Нет Финансового Обеспечения Нет подушки Безопасности Штрафовать Тем более На такие Большие Деньги Там Где-то На 4-5 тысяч Штрафуют Где-то На 15 тысяч Штрафуют Вот это Я считаю Недопустимо К обычным Гражданам Которые Не переносчики Болезни Да То есть Как бы Они не болеют Они не могут Никого Заразить Там Вышел ты Погулять С ребенком На улицу И тебя Оштрафовали На 15 тысяч А и так Денег нет Ну то есть Для нас Это существенные Серьезные Деньги Я имею ввиду Для России 15 тысяч Рублей Допустим Да И Я считаю Что да Там Нужна Возможно Там полиция Да Которая там Будет разъяснять Вам что Желательно Все-таки Не выходить Но такие Огромные Штрафы Я считаю Что для нас Это Недопустимая Недопустимая Мера А то что Меры Предосторожности Нужно соблюдать Там Маски Перчатки Все остальное Я с этим Не спорю То есть Как бы Если это нужно То это Бог с ним Нужно Но Я против Полицейского Государства И против Штрафа Что болезнь Есть и нужно Беречь себя Своих Близких Это однозначно Я с этим Не спорю Так что Молодцы Что пишите Что застрять На этом Внимание Так Ну а у нас Вечер продолжается Сейчас Оксана С Юрой Будут Делать Эфир В общем-то Я думаю Что это будет Уже и так Очень-очень Длинное Видео Юра Наелся У него Все хорошо Пошел Все пошел Петь Как всегда В своем Духе Поэтому Хорошо Поработали Хорошо Отдохнуть Да Поэтому Всем как всегда Добра Удачи Позитива Здоровья Конечно же Обязательно Увидимся С вами вновь Пока-пока Поговорим за жизнь Без трепа Без пустого Есть повод у друзей Честное слово Поговорим за жизнь Без трепа Без пустого Есть повод у друзей Честное слово Расскажи о себе Эта жизнь Не кино И не важно Кто выйдет героем